15 августа 2016 года на территории Тюменской области без автономных округов завершилась Всероссийская сельскохозяйственная перепись. Она охватила более 200 тысяч сельскохозяйственных объектов. О ходе переписи и ожидаемых итогов мы сегодня поговорим с заместителем руководителя территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Тюменской области Татьяной Тихомировой. Татьяна Леонидовна, доброе утро. Доброе утро. Доброе утро. Ну вот последняя сельхозперепись, если мы не ошибаемся, у нас проводилась в 2006 году. Да. Десять лет прошло, а с тех пор, может быть, объем работ как-то изменился хотя бы? Во время сельскохозяйственной переписи 2016 года, то есть в этом году, было обследовано почти 200 тысяч объектов. То есть были охвачены все, кто имеет в собственности землю, кто является арендатором, владельцем земли, а также те, кто имеют сельскохозяйственных животных. То есть фактически прошла мгновенная фотография всего сельского хозяйства страны. Вот 10 лет спустя, скажите, пожалуйста, как реагировали вообще люди? Охотно впускали переписчиков? В основном отношение респондентов было положительным. Ну, на это повлияло и то, что велась информационно-разъяснительная работа, и то, что переписчики пытались донести до сведения населения, то, что все данные, которые будут получены в ходе переписи, будут конфиденциальными. Переписные листы являются анонимными, то есть фамилиями отчества граждан там не указаны. И данные будут только исключительно в статистических целях использоваться, то есть для получения сводной, агрегированной статистической информации. Вот данные собрали, а теперь какие процессы идут? Какая работа? Сейчас, в сентябре-декабре, у нас проходит автоматизированная обработка результатов переписи у нас на региональном уровне, в специальном программном обеспечении, разработанном Росстатом. Затем база микроданных переписи передается в Росстат на обработку, и уже в дальнейшем будут сформированы результаты на уровне Росстата. Когда мы их ждем? Предварительные итоги переписи, это в целом по Российской Федерации и по субъектам Российской Федерации, они будут сформированы в 2017 году, в четвертом квартале, а окончательные итоги, это уже по муниципальным образованиям каждого субъекта Российской Федерации, они будут сформированы в четвертом квартале 2018 года. Работа проделана большая, масштабная. Татьяна Леонидовна, спасибо вам большое. Спасибо. Будем ждать. Просто интересно, действительно.